Установка маяков для стяжки пола Подготовительные работы Для выполнения всех видов работ мы используем инструмент марки Bosch, а также крепеж и инструмент, изобретенный и изготовленный нами. Перед нами стояла задача сделать стяжку не более 5 см на длину помещения 75 м. Для точности установки маяков, чтобы избежать погрешности увеличения толщины луча лазерного нивелира Bosch 380P, устанавливаем промежуточные метки каждые 7 метров. Профильные маячки для стяжки пола используем высотой 1 см, саморезы длиной 9,5 см с пластиковым дюбелем 6х40 см. Очищаем и грунтуем поверхность. Следующим шагом приступаем к раскладке профиля маячкового, исходя из размеров помещения и используемого правила длиной 2,5 метра. При этом слева и справа делаем отступ от стены около 20 см. Ширина между маяками не должна превышать 2 метра 30 см. Сверление отверстий и установка крепежа в сборе. Разложенные маяки используем как ориентир для ровного сверления отверстий диаметром 6 мм. Расстояние между отверстиями делаем 40-50 см. Сверление проводим следующим образом. Легонько ногой наступаем на маяк, так чтобы не повредить направляющую целостность маяка. Расстояние между кислородом, кислородом и кислородом. Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Установка саморезов по лазерному уровню Для удобства вставления саморезов на заданную высоту используем 15-сантиметровую насадку для шуруповерта. Красным маркером делаем отметку на насадке для контроля вкручивания самореза по лазерному уровню. Желательно делать отметку красным маркером, так как при попадании на лазерный луч ее очень хорошо видно. Производим вкручивание каждого самореза до совпадения с лучом лазера. КОНЕЦ Фиксация профильных маячков при помощи крепежа ушастик. Прикладываем маяк к ушастику и обжимаем его. В целом установка одного маяка с помощью крепежа ушастик занимает не более 3,5 минут. На сегодняшний день нам нет равных по скорости и точности установки маяков для создания идеально ровных поверхностей. Радуйте себя и заказчика идеально выполненной работой. Редактор субтитров А.Семкин